27 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправились на Черноморское побережье в поселок Шепси Топсинского района. В аэропорт столицы региона провожать малышей и подростков приехали многочисленные родственники, ведь некоторые ребята впервые отправились в отпуск без родителей. О волнении взрослых и ожидании детей в материале выпуска. Елена Кузьмина в числе тех родителей, кому в первый раз предстоит пережить длительную разлуку с детьми. В этом году в связи с рождением малыша семья не смогла выехать в отпуск. Когда молодая мама сообщила старшим детям о возможности отправиться в лагерь, девочки очень обрадовались. Обрадовались, да, очень обрадовались, очень ждали целый месяц, когда наступит 8 августа. Очень волнительно, первый раз, не знаем, конечно, как. Арина младшая, дочь Елены, несмотря на юный возраст, девочке 7 лет, поездки не боится. Говорит, уже не в первый раз едет в Краснодарский край. Я в Краснодаре, я была в Анапе и еще раз в Краснодаре. А ты сегодня пришла, друзей каких-нибудь встретила? Нет, только двое знакомых. Новых друзей планируют найти не только Ариша, но и ее старшая сестренка Диана. Друзей найдут, мы можем познакомиться с кем-нибудь. Возможность обрести новых друзей, подышать целебным морским воздухом Арише и Диане и еще 25 ребятам из Наринмара, искателей, тельвиски позволили дополнительно выделенные федеральные средства. Набрана была дополнительная группа, то есть все желающие, кто хотел у нас заявился отдохнуть, у нас все отдохнули. То есть в резерве у нас никого не осталось. Дорогие у нас прошли вот в июле. Стоимость контракта составила 786 тысяч рублей. Путевки были закуплены отделением социальной защиты населения. В целом окружная кампания по оздоровлению детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей, а также детей-сирот, находящихся под опекой или на попечении уже завершена. В июне-июле текущего года в Железноводске в детском санатории имени Крупской, входящем в состав Северокавказского федерального научно-клинического центра, индивидуальные программы лечения прошли 236 юных жителей округа. На отдых детей в трудной жизненной ситуации, в том числе и их доставку из сельских поселений в столицу округа, из окружного бюджета было выделено более 21 миллиона рублей.